Приветствую вас и продолжаю мысль о корзении, а в принципе хочется сказать следующее, что у девушки просто не выработалась привычка вести себя с вами как-то иначе, чем то, как она строит свое поведение. То есть вы изначально взяли и, по сути дела, пресекли всю инициативу с ее стороны, всевозможную инициативу, и она привыкла к этому, и эта привычка, конечно, просто-напросто не позволяет ей представить в своем сознании, как это она будет что-то делать, но не привыкла, и для того, чтобы она менялась, вам можно самому просто-напросто перестать привязать инициативу. Вот, серьезно, просто возьмите и перестаньте проявлять инициативу. Она занимается своими делами, и вы занимаетесь тоже своими делами. И посмотрите, что из этого, что к этому приведет. Тогда, во-первых, вы не будете тратить усилий, которые потом не обрадуют ваше желание, и вы увидите истинное отношение к девочке. Она почувствует что-то неладное и поймёт, что, ну, собственно, нужно что-то делать. Либо она будет с вами приближаться, и тогда у нее все-таки есть чувство просто... или модели поведения такие сложились, да? Либо, если чувства у нее нет, она начнет еще больше от вас отдаляться, и в итоге, говоря, останутся. Да, это будет неприятно, да, это будет очень тяжело, но, по крайней мере, вы получите результат, который кто-то вам дал. То есть вам не нужно будет складывать, по сути дела, пустоту, по вашему мнению. Вы увидите, как человек относится к вам, и, исходя из этого, будете уже строить свое отношение к нему. И, собственно говоря, здесь есть один важный момент. Дело в том, что вы очень много работаете, вы сами это сказали, вы мало времени проводите с девушкой. И она, возможно, не чувствует, что вы предстоящему к ней близки. То есть, да, вы приходите вечером, вы, как бы, отдыхаете, все, но это не то для нее. И она, конечно, хотела бы, возможно, больше времени проводить с вами, больше времени на что-то совместное. В такой ситуации вам необходимо как-то организовать свою девушку так, чтобы она меньше времени у вас отнимала, чтобы она все-таки не так много съедала вашей энергии, ваших ресурсов, и чтобы оставалось время, оставалось возможность, оставалось силой на то, чтобы каждый день быть девушкой, ну, хотя бы на равноправных основах, то есть, вот, естественно для себя, для вас, ну, хотя бы часа-два. И не мешает также определить вам, а какое, вообще-то говоря, место в отношениях вы хотите занимать. Лидирующая ли, или может быть равноправная, или может быть подчиненная. Какой? Если вы принимаете на себя ответственность за все, то вы это лидирующая. И как бы, как лидер, вы получаете в личных отношениях подчиненного человека. Если вы равноправный партнер, то все делает спору в таких отношениях. Если вы, соответственно, партнер поджиненный, то вы как бы отдаете всю ответственность другому человеку. За себя, за свою жизнь, за прочую. Вы взяли лидерскую позицию, но при этом хотите, чтобы с вами общались и позиционировали себя как равноправный. Ну, так не получится. А если вы ждете благодарности, то есть, вот вы говорите, что вы помогаете ей, помогаете ей в семье и прочее, то девочки, скорее всего, считают, что вы так и должны поступать. И благодарность вам никто не будет выражать. Соответственно, тут нужно определиться вот с чем. Для чего вы это делаете? Для чего вы помогаете? Почему вы это делаете? Делаете ли вы это для чего-то? Чтобы что-то получить, чтобы что-то добиться? Или делать это просто так. И чувствуя активизм. Этот момент тоже нужно прояснить вам. Чтобы лучше понимать, что вы хотите получить от своей деятельности. И тогда вы будете, по крайней мере, представлять себе, какой результат ожидать на конце своей деятельности. В конце ее. Так получается, что вы делаете. Вы хотите одного, получаете другое. Естественно, разочарование. Естественно, измотанность, усталость, упадок сил и прочее. Ну, понимаете, это только в ущерб себе вы делаете так. И девушка здесь, конечно, она... Не сказать, что мы совсем не виновны. Но, думаю, что она просто заняла ту позицию, которую вы ей предоставили. А сейчас вам это представилось правильно. То есть, с вашим отношением нужна пауза. Для переосмысления. И вашей роли в жизни девушки. И рули девушки в вашей жизни. Вам нужно предсмотреть свою деятельность. Заставить больше свободного времени. Организовать вам труд так, чтобы вы не работали на износ. И понять, для чего вы делаете. Те добрые дела, которые вы делаете. Как вы университете. Этому. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. На этом все. Сколько мне. Используйся. А вот это все. Давайте.